Всем здравствуйте! Не знала, что когда придется снимать подобное видео, но вопросы есть, и мне хочется развенчать некие мифы, заблуждения, которые очень активно нагнетаются где-нибудь в СМИ. Но сейчас эта тема отходит, и я взяла вот такой тайм-аут, чтобы в самое пекло, скажем так, не попадать и рассказать вам об этом сейчас. И мы сегодня поговорим о русофобии в Турции, как относятся к русским, какие притеснения есть, проблемы и так далее. На что я вижу, мой вывод личный, в СМИ очень сильно эта тема муссировалась, нагнеталась больше. И вот этот страх людей, который заселяется из средств массовой информации, люди сами больше надумывают там, где этого нет. Надо разделять, давайте начнем с этого, что как турки в Турции, и как другие люди здесь могут относиться друг к дружке. Я говорю по фактам, те истории, которые я знаю, я не буду называть имен и так далее. Кто здесь у нас живет, тот там всяких чатиках, группах сидит, тот в курсе, что происходит, знают, о ком будет речь идти, скажем так. Здесь притеснения, русофобия турок никакой нет. Лично я с этим не встречалась, и здесь нет такого, ты русский, тебе дороже, ты русский, я тебе там кто-то не продам, не обслужу, откажу и так далее. Есть индивидуальные случаи, о которых я тоже слышала, это просто единицы среди турок, мы сейчас о турках говорим, когда были какие-то не очень хорошие примеры. Типа поднялась сна из-за того, что ты русский, тебе что-то отказали где-то, но это индивидуально, точно, и ни в одной нации, ни в одной стране, без таких говняных, простите, людей, не обойдется. Конкретные примеры, когда я с этим сталкивалась, это пример моих знакомых, и разбиралась, что как, а что было, так себя некрасиво повели, и что-то где-то, скажем так, отказали, или там, не знаю, еще что-то сделали, как-то насолили из-за того, что ты русский, это сделал турок, это индивидуально, повторюсь. И это люди, как правило, у кого был конфликт с этим человеком или какие-то нехорошие отношения до войны, до этой ситуации. И человек со своими проблемами, претензиями нашел ситуацию сейчас, показать свою фи, там, поругаться и так далее. То есть, как правило, в этих ситуациях везде есть подоплека какая-то. Это с моего опыта, с моих знакомых, что-то здесь проходят, со мной вообще ничего подобного не было. От меня не стали сторониться мои соседи или знакомые, зная, что я россиянка, дорогу переходить на другую сторону и так далее. Кстати, тем, кто мне писал в комментариях такое и ждал, ждал, что я скажу, я отрекаюсь, мне что-то там сын или всякий этот бред. Я россиянка, я открыто говорю, что я из России, я не, скажем так, не уточняю, что а я из России, но я здесь живу там 10 лет. Нет, я из России, я россиянка, от своей страны, от своей национальности, от своего паспорта я не отказываюсь. Мне не стыдно об этом говорить. Я против, может быть, процессов каких-то в стране. Я не могу и не хочу вычеркнуть свою культуру, свои какие-то там воспитания, свою семью, своих родственников, все прочее, свою родину в конце концов. Я могу не поддерживать политические процессы, политика, которая сейчас в стране происходит, но это не моя, эта политика, это не равно моя родина. Если кто-то, блин, путает эти понятия и считает, что это одно и то же. Это разные вещи. Читайте книжки, пожалуйста, образовывайтесь, понимайте эту разницу. Так что я от своей национальности, от паспорта, от родины не отказываюсь никогда. Люблю и буду любить. И останусь всегда русской, россиянкой, у которой бабушка из Украины, дедушка Чуваш. И вторая часть от моего папы, это все чисто горные Алтай, алтайские народы. Массовой какой-то русофобии здесь, системной массовой гонений здесь нет. Никто не орет, не идет, отказывают русским в кафе, не пускают и что-то подобное. Нет. Я напомню, что турки очень сердобольные, помогающие, сострадающие и очень здесь любят жертв. Те, кто не даром политика страны. Сам президент заявил, это было и с сирийским конфликтом, и с Афганистаном недавно, то, что сейчас происходит. И религиозный момент. Турция, это официальное заявление президента, я в своих видеоновостях об этом заранее говорила уже, что Турция в религиозном плане, духовном, это место, где мы примем любого сливой религии, где могут найти свой дом, ущемленные, обиженные люди, которые переживают какие-то, скажем так, проблемы и так далее. Мы приютим любого, каждого с любой стороны. И это здесь есть в людях. Потому что люди 50% религиозные станут, в принципе, в этой культуре так воспитываются. Поэтому здесь вычленять кого-то, ненавидеть и так далее, здесь такого в массовом понимании нет. Опять напомню, что индивидуально кто-то, где-то один, просто показывает человеку, что он нехороший человек. Условно, не эта ситуация, но в какой-нибудь другой он свое фи, протест какой-то, свое плохое качество, он тоже бы показал. Среди уже наших россиян, кто сюда переезжает, кто сталкивается с финансами. В чатах я тоже это видела и даже, блин, с кем-то в споры вступала. Вот для россиян сейчас все, везде нас тут дорого будет. Это для нас и квартиры, типа никто нас здесь видеть не хочет. Это узкое мышление. Мне кажется, вы берете, кто-то такое может написать, информацию только из-за каких-то узких источников, что чисто для вас, чисто для приезжих тут проблемы создают. Нет, блин. По поводу жилья. Для турок такие же сейчас, как и всегда, условия аренды и покупки жилья. Они платят те же самые деньги, что и ты. Что ты из России, Украины, из Белоруссии, из Афганистана и из других каких-то стран. Для всех цены одинаковые. Для тебя персонально цену не поднимали. Это заблуждение. По поводу виз и проблемы сейчас визовые. Не хотят никого нас здесь видеть, чтобы мы не зацепились, не остались и так далее. Если так рассматривать в прямом грубом контексте, можно так сказать, да. Но я могу объяснить, почему сейчас проблема получить вид на жительство. Да, чтобы вы здесь не задерживались. У нас перенаселение, черт подери. Здесь проблемы... Вы не забывайте, что проблемы, с которыми сейчас в мире столкнулись, да, с войной. У нас экономическая проблема с ноября месяца. И здесь все было экономически плохо до того, как это все началось. И это еще накладывается. И эти меры с трудностью получения вида на жительство здесь связаны с этим. Да потому что наша экономическая система здесь в Турции, блин, треснет скоро. С вами работы не хватает. Да говорю, как есть. Людям самим здесь жить негде. Квартиры подорожали. Люди сами турки переехать никуда не могут. Снять квартиру за новую, там, депозицию здесь. Это очень дорого. Зарплата не соответствует. Проблема своя внутренняя. И еще от нам приезжает поток людей, которые считают, что, может быть, где-то их ущемляют. К ним не так от... Блин, простите. Вы что хотели? Здесь у самих все очень плохо. То есть это не просто не самый лучший вариант времени, когда надо было, назовем так, сюда... Смотрите, вас же никто сюда не гонит. Никто не выпинывает ниоткуда и не вам не ущемляет то, что я раньше сказала. Массово там как-то по вашей национальности никакой русофобии здесь в таком плане нет. Поэтому вопрос ВНЖ это чисто экономика, перенаселение. Тяжелый момент в стране в принципе. И да, ужесточили, скажем так, эти моменты выдачи документы, вся эта история. Ну, потому что, блин, простите, самим скоро кушать ничего будет. Вот и все. Но вы же можете здесь остаться на какой-то промежуток времени, 60 дней безвыездно, перенесеть границу обратно, потом ехать. Пожалуйста, вы же никто этого не отнимает, и условия такие же оставались. По крайней мере, вот на данный момент, пока я снимала видео, ничего-то не менялось. И какие проблемы? Это не только в Турции. Это сейчас по всему миру. Это внутри диаспоры проблемы. Это конфликты между украинцами и русскими здесь, на территории Турции. И этих случаев уже немало. У нас, слава богу, в Турции здесь работают законы, законодательства. И вся эта история подсудное дело. Заводятся уголовные дела. Не просто штраф заплатил, административку получил. Экономически как-то мог, скажем так, рассчитаться и быть свободен. Это уголовная ответственность за разжигание межнациональной расовой розни. Это очень серьезная статья. Это очень много лет. Кто-то из одной страны национальности будет нападать и орать, это там русский тебе, не знаю, бить и так далее. И это зафиксировано как-то. И этот человек подает в суд на него. Это статья уголовное наказание. И здесь очень быстро работают законы. Это не дела, тянущиеся годами. Здесь очень быстро принимаются судебные решения. Пара месяцев может быть. Есть такие случаи нападения, конфликтов и драк. Это началось с самого начала. Я не буду что-то скрывать, юлить и так далее. Когда только начались вот эти военные какие-то действия, это естественно, это понять можно. Я всегда говорю людям. Очень у многих здесь наших девчонок, россиянок, я сейчас сразу говорю, белорусок, которые тоже занялись волонтерством, многие опустили руки и перестали помогать. Потому что были такие случаи, это случай с моей знакомой, когда она давала гуманитарную помощь, собраны на свои лично заработанные деньги, потраченные свое личное время, с чего у нее несколько детей, у нее нет для этого времени, очень много даже, скажем так, этим заниматься. Она это делала. Она дала гуманитарную помощь женщине из Украины, которая потом, через парочку дней, в соцсетях начала писать в Фейсбуке всякие посты, скажем так, на вот эту межнациональную ненависть, условно, чтобы все там сдохли, чтобы я буду приходить устраиваться в школы нянями, воспитательницами, где ваши дети, со временем там условно, ну не прям убивать буду ваших детей, но смысл был такой, я типа буду травить ваших детей в учебных заведениях, и так далее. На это написано заявление, вот эти прямые угрозы и тому подобное, это все история подсудная. И у девочек, которые занимались волонтерством, я лично с ними там все это организации, мы об этом беседовали, у них опустились руки. Они не помогают теперь тем, кто сюда приезжает. Они вообще отстранились и условно ждут, когда вся эта история закончится, переживется как-то, но они не... Дело понимает всем, можно всякое-то рассматривать эту ситуацию с разных сторон, но давайте смотреть на положительные, да, то есть помощи. Люди, которые в ней сейчас нуждаются и готовы принять, например, от девочки из Белоруссии или из той же России, они этой помощи не получат, потому что эти девочки не будут помогать, потому что им на них плюнули, как бы, да, и сказать, что детям будет плохо. Когда они со своих личных денег, со своих детей забрали эти деньги, в своей семье свой бюджет, ты сама заработала, ты на ребенку что-то не купила, а этой женщине она купила помощь, деньги дала и тому подобное, а ей в ответ вот это. Я и тех, и тех понимаю абсолютно. Я всегда говорю, девочки, кто на это обижается, вы имеете на это полное право. Кто-то, кто гневается, вы тоже имеете на это полное право. Но просто подумайте, если бы ваших родственников, назовем так, убивали, как бы вы тоже не искали слова. И поверьте, у многих крыши сносят тоже люди не в адеквате от переживаний, от трагедии, от гнева и так далее. Причем этой ситуации, которую я сейчас описала, я делилась со своими знакомыми, с кем я общаюсь по волонтерству, с девочками из Украины. Они живут в некоторых других странах, кто-то в Украине. И даже девочки, которые находятся в Украине сейчас, они тоже дали критическую оценку, что такое поведение надо наказывать. И вот эта вот ненависть там ваших детей, та-та-та-та история. Моя знакомая из Украины говорила, блин, простите, это что вообще? У женщины крыша поехала? Как вы тоже знаете? Тебе помощь дали, тебе помогли. Ну это просто неадекват, скажем так. Эта оценка негативная у этих моментов, даже у тех людей, которые в одной лодке, у которых трагедия, которые тоже могут иметь право там злиться и так далее. Это уже, вы понимаете, в критический момент влезает все неизменное, то, что с человека было, наружу. Это говорит, что он таким стал, он таким и был. Просто он не смог, например, это сдержать и показал свое истинное лицо в это все. Это называется расчеловечивание, да? Есть такой термин. С другой стороны, я тоже знаю историю, когда девочка-украинка активно участвует морально в соцсетях о том, что происходит, поддерживает. Когда я к ней пришла с конкретной помощью, гуманитарной помощи здесь своим, не просто ребятам с Украины, из одного города с ней, когда она вчера постила там, что происходит, страдала, плакала в сторис, ну не плакала, в прямом смысле ее информация, которую она несла. Когда я пришла, вот конкретно ты можешь помочь, помоги, ребята с твоего города, просто пообщай, она до сих пор помогает. Физически, конкретно, по делу, палец за палец, человек ничего не сделал. Поэтому, к вопросу русофобии, люди разные. Конфликты здесь, которые есть, они есть. В соцсетях, в группах, в чатах, это все обсуждается здесь. Да, к сожалению, сейчас, от начала конфликта и сейчас, большая разница. Сначала все пытались помочь, сейчас из-за этого, этой ненависти, этой боли, очень далеко теперь держится. И в волонтерстве, и в помощи, и в объединении остались единицы, самых стойких наверхуков, самая стойкая психика, кто может еще как-то, короче говоря, держаться. Потому что, понимаете, вот это вот расслоение порванные межсоциальные и горизонтальные связи, мы лучше не делаем от этого никому. Мы имеем каждое право на свои эмоции, но надо думать, а что благое с моих эмоциями, что я благое делаю, какая польза от моих действий. Ну, позлился ты, ну, побил ты кого-то, что дальше, ты помог как-то? Ну, смотрим на качество. А вот если бы, условно, я там кого-то грязью не поливал, я понимаю, почему ты это делаешь, я тебя понимаю. Но, может быть, ты мог, скажем так, нервять ту социальную связь, горизонтальную, человек, который хотел помогать, ты лишаешь своих же помощи, которые они могли получить. Но, я никого не осуждаю, я говорю о том, что все имеют на это полное право. Так что, насчет русофобии в Турции, у турок этого нет. Есть индивидуальные элементы, назовем так. Я вам дольше, больше совет даже дам, с точки зрения менталитета здесь местного. Если у вас какой-то турок вы приехали, спрашивает, а вы откуда, вы из России, там, типа, вот таким вот, да, типа, например, пытается как-то задеть вас, или какой-то такой человек попался, который хочет, а, вы из России, типа, вот такое. Вы можете смело отвечать, а зачем вы спрашиваете? А почему вас это интересует? И можете прям на английском, говорите, если он с вами по-английски, да, вообще, это вообще без права. Скажите, а какая тебе разница? Ну, это как бы наезд был, не очень фраза. Окей, знаете, а какая разница? У вас изменится отношение ко мне, если вы узнаете, с какой я страны? Прямо вот так можете общаться. Это аиб. Это некрасиво. Здесь не принято в культуре вот это вот все делить. Вот правда какая она есть. Может, кому-то неприятное. Я просто вас, как бы вам говорю, оставайтесь в разуме с собой, и не изменяйте своим каким-то принципам, взглядам. Если вы озлобитесь и обиду свою включите, вот мне там послали еще что-то, всегда вставайте на место человека, поймите, попробуйте, почему это делает. А как бы вы себя повели на его месте, в этой его ситуации, вот и все. Если мы перестанем быть милосердными, помогать нашим близням, будущего у нас нет, к сожалению. Только на этом все и держится. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. У меня в инфобоксе почта есть. Если нужна моя консультация как психолога, пожалуйста, пишите. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok